Что это за упражнение «Работа с предметом»? Берете цветок, начинаете публично мне рассказывать о своих наблюдениях, о своих чувствах, о своих мыслях относительно данного цветка. Не просто говорите то, что вы видите. Знаете, как дешевые продажники, вот цветок, вот черный пластик, вот тут искусственное растение, немножко не так. Нужно проявить к нему свое отношение, поговорить с ним, как будто было немного более одушевлено, что он для вас что-то значит. Я вам сейчас просто продемонстрирую как. То есть, если будет возникать смущение, просто надо немножко преодолеть это смущение, и все пойдет прям по-настоящему. Смотрите, трогайте, анализируйте, и дальше начинаете придумывать истории. Опять вот этот стори-теллинг, то есть он везде, в любом разговоре, в любой публичной речи, кого бы вы не слушали, кого бы вы не смотрели, всегда возникает с необходимостью так или иначе стори-теллинг. Не дешевая продажа, не дешевые перечисления каких-то характеристик, а все равно возникает, так или иначе, какой-то стори-теллинг. Интересно, вот ты, дорогой мой друг, искусственный, ненатуральный, как ты здесь оказался? Как ты сюда зашел? Как тебя принесли? Из какого вообще магазина? Где ты фабриковался? Я думаю, у тебя производство Китая, хотя может быть где-нибудь и в России ты берешь свои начала. Вот интересно, друг мой, если бы ты был настоящим, ты дольше бы прожил, чем находясь в таком искусственном состоянии. Ведь будучи искусственным, ты все равно продолжаешь радовать глаз наших клиентов, украшать данный стол. Да, в тебе отсутствует определенная живость, в тебе отсутствуют определенные там внутренние процессы по фотосинтезу. Видите, когда у меня идет стори-теллинг, я начинаю вообще, я не знаю откуда, но я начинаю под все, что я знаю. Вот если я говорю про цветы, про цветок, про живой цветок, что там есть, фотосинтез, преобразование двуокиси углерода в живительный кислород, а ты этого не можешь сделать. Но для глаз ты все равно приятен, на тебя приятно смотреть, вот эта комбинация белого стола и твоих зеленых оттенков. Я даже знаю откуда это, потому что весь цвет у нас белый, а ты поглощаешь все, кроме зеленого, и ты это отражаешь. Вот видите, у меня здесь уже в стори-теллинге идет, и какая-то физика, и химия, и биология. Я могу сюда уже и там еще внешне торговые, экспертные отношения сюда же прибабахать, прикрепить. Все как бы ограничивается или не ограничивается моей фантазией. То есть я могу любой предмет взять и начать говорить с этим предметом, как будто бы он для меня что-то значит, и я общаюсь с этим предметом перед другими людьми. Потом я могу отложить данный предмет, вообще говоря, сделать любую продажу относительно любого предмета, новой помады, новой картины, нового фонаря, лампочки, которые висит, новые двери, как она выглядит, какая у текстура. То есть добавляет определенной художественности, возникает некая красивая такая публичная речь. Не сухая, это черный пластик, зеленое растение, вот оно искусственное, нечего. Задача включить вот этот творческий потенциал. И я вас уверяю, я когда это делать совершенно не мог. Это есть в каждом. У вас есть это и в 15-летнем ребенке, в 12-летнем даже ребенке это есть. В любом взрослом это есть. Просто надо себе позволить, разрешить это делать. Я вам разрешаю. Итак, берем вешалку, смотрим, крутим, трогаем ее, фактуру, вес, ощущения. Возьмите реально в руки, когда вы возьмете в руки вешалку, берите-берите. Я же не шучу. Возьмите вешалку и сейчас мы посмотрим, на что вы способны. Возьмите вот эту вешалку. А вот эту? Да? Нет, небольшую. Не штатив или как он называется? Как это называется? Трекки. А? Плечики, трекки. Плечики, да. Я их имел ввиду. Вот. Вот. Посмотрите, потрогайте, покрутите. Ну и начните вот такой разговор. Незатейливый. Незатейливый. Неслишком витиеватый. И посмотрите, как вот этот предмет позволит вам из вас же самой вытянуть вот эту информацию. Какие-то знания, какие-то понимания, какие-то ассоциации. Начните набалтывать. Начните набалтывать. Начните набалтывать и посмотрите, как этот предмет поможет вам из вас же самой вытянуть вот креатив. Креативное мышление. Творческий потенциал. Я уже разговариваю, как Кашпировский. Мне надо записывать аудиолекции, выкладывать в интернет. Ну что, готовы? То есть, если это вешалка, то явно, что на нее кто-то вешал польта, куртки. А каких людей ты видел? Жлобы они, высокие, низкие, богатые, бедные. Ты, наверное, дешевая одежда. Может, какая-то была вонючая одежда. Я не могу даже представить, сколько людей ты видел. Я своей жизнью столько людей не видел, сколько ты. Видите, я за вас уже придумываю просто на ходу. Потому что вы профессионалы, я только учусь. Да. Давайте, попробуйте. Я потом вам дам. Я уже нашел другой предмет, который еще вам дам, чтобы вы с ним так поговорили. Включите, давайте, воображение, фантазию. Поработайте, давайте. Вот, добыча творческого материала. Наблюдение, да. Вы также его трогаете, но вы не используете свои руки, свои тактильные ощущения для того, чтобы почувствовать его текстуру, фактуру, насколько он гладкий, насколько приятно трогать, насколько он переливается. Радует ли он глаз, насколько он легкий, тяжелый. То есть, у любого физического предмета, а вы держите в руках очень много всяких, да, вот этих инструментов, что там еще, не знаю, лаки, бальзамы и так далее, да. У всего есть запах, у всего есть вес, размер, страна производства. Это все можно обговорить, все можно обсудить. Просто включите это, начните набалтывать. Вот я смотрю на вот эту вешалку, помимо того, что я уже до этого сказал, да. Что на тебе висело, да. Кто на тебе висел, да. Вот. Может быть, ты видел совершенно непристойные, да, там, когда оголялись люди, скидывали на тебя одежду. Вот. Может быть, моль вылезла из какого-нибудь пальто на тебя присела. То есть, можно, видите, в юмор немножко удариться, да. Можете потрогать фактуру его, насколько он гладкий, насколько он приятный. Может быть, кто-то тебя трогал, да. Вообще говоря, ты же дерево. Говорят, к дереву можно прикасаться и чувствовать какую-то энергетику, но в тебе явно мало. А я знаю, почему. Потому что ты маленькая вешалка, был бы ты размером с дерева. Ну, то есть, бред-бред, но когда разговариваешь с предметом и включаешься в эту игру, это игра. То, что я вам предлагаю проделать, это, по большому счету, просто игра. Но и в эту игру надо уметь играть. Когда вы общаетесь с клиентом, когда на работе, это тоже у вас игра. Ну, что, ну, работа, но это тоже игра. Он клиент, вы оказываете услугу. Это игра. У вас есть определенные роли в этой игре. Просто эту игру нужно выполнять, понять ее правила и довольно эффективно ее выполнять. То есть, то, что сейчас вы проговариваете, потом то же самое. Включите креатив по поводу ногтей клиента, внешности клиента. Да и чего угодно. Новые помады, которая к вам пришла. Ну, не помады, а я имею в виду лак или еще что-нибудь. Новые средства для удаления засечек. То есть, вы можете как-то красиво сказать, что она похожа на жирафика. Да и что угодно вы можете ляпать. Но главное, оно к месту. То есть, это же не просто так, а от балды про что-то вообще. Про атомную бомбу, да, когда вы делаете человеку маникюр или педикюр. Вот. Я не знаю, как вы это будете использовать. Я даю вам то, что я знаю, то, что я понимаю. Я хочу вас этим заразить. Как кто-то кого-то заражает коронавирусом и всякой фигней, я вас пытаюсь заразить вот этим вкусом к говорению, красивому к говорению. Ну, давайте. Про вешалку еще что-нибудь. То есть, у вас есть эти чувства, их надо просто… У вас зрение есть, слух есть, тактильные ощущения. Просто надо открываться и начать трогать, щупать и говорить то, что вы видите, то, что вы чувствуете, то, что вы понимаете. В момент разговора вы поймете, что интересно сказать. Заранее вы не сможете знать, что оно интересно. Как вы знаете, будет это интересно или не будет? Откуда вы знаете? Ну, вы можете говорить про квадрат Малевича что-нибудь интересное. Что там интересного, квадрат Малевича? Ну, вы же можете про него говорить, что это реально интересно. Расскажите, что интересно, какие у вас ощущения про квадрат Малевича? Ну, все. Ну, а придумайте что-нибудь. про глубину, про бездну, про темное сознание, про ад, потому что там можно придумать до бесконечности, что он может собой олицетворять, небытие, загробную жизнь, творческий потенциал, все что угодно он может обозначать, а выглядит просто черный квадрат, там миллион слоев можно снять, я не скажу, что я там супер-супер такой творческий человек, в плане я там не изучал Малевича, кроме творческого квадрата, я даже не знаю, что он нарисовал еще, может белый квадрат насосовал, а может нет, я не знаю, но что-то там же есть, кстати, черный квадрат напоминает прямоугольный экран черного телефона, видите, смотрите, а сколько там внутри всего интересного, да, может быть это было предтечи, да, предвкушением его изобретения, телефон не квадратный, а прямоугольный, тоже вот черная непонятная какая-то штуковина, открываешь, а сколько всего там полезного и вредного одновременно, да, в жизни то, что самое полезное, оно самое опасное, а то, что не опасное, оно практически бесполезное, вот приведите мне пример таких вещей, то, что опасное, оно очень полезное, а то, что не опасное, оно скорее всего бесполезное, чаще всего бывает, я вообще просто 3-4-5 примеров приведу, как нечего делать, и вы согласитесь, это я еще из института помню, когда человек рассказал, ему такое философское утверждение, я даже не знал про него, вот то, что в жизни опаснее всего, оно то и полезнее всего, то есть от него очень много пользы, да, что еще, ну это транспортно-средство, давайте ближе всего, нож, с утра до вечера, что-то режем, стругаем, смотрите, он очень опасный, можно отрезать, порезать, убить, что хочешь сделать, но насколько он полезен в хозяйстве, он очень полезен, но он очень опасен, электричество, оно реально опасно, попробуй дотронуться, безумно опасно, а зато смотрите, какое оно полезное, все работает на электричестве, транспортное средство, опасно-опасно, а сколько пользы от них, воздушный шарик, вообще безопасный, маленький, ну он и бесполезен, листок бумаги, ну что, ну порезан может, обчаре это, да, то есть то, что безопасно, оно как бы не несет никакой в себе пользы, вот я хочу теперь услышать вашу историю про фломастер, да, с зеленой крышечкой, давайте поговорить с этим предметом, просто начните разговаривать с ним, в том стиле, в том жанре, который я вам продемонстрировал, такой разговор с предметом, поймите его свойства, характеристики, только не надо мне их перечислять, что вас заинтересовало, что бы вы хотели узнать от этого предмета, какую бы историю вы хотели бы поднять, подтянуть, связанную с этим предметом. Немножко по-другому, вы пытаетесь мне опять ее продать, а начинать нужно про ваше ощущение относительно данного предмета, вы даже с ним разговаривать, вот первое, что приходит в голову, я тебя впервые держу в своих руках, ты не холодный, не теплый, ты нейтральный, скорее всего, как температура в этой комнате, вы с ним должны разговаривать и анализировать свои ощущения, и связанные с этим предметом, что он вам подсказывает, что вы хотите про него больше узнать, а вы мне просто его продаете, он зеленый, белый, им можно рисовать, вы его мне продаете, а задание, чтобы вы поговорили с этим предметом, вот что, этот предмет он должен вытягивать, как бы высасывать из вас, почему-то на ум приходит какой-то аппарат, который у детей из носа сопли вытягивает, вот, то есть он, этот предмет должен из вас вытягивать какие-то вопросы, какие-то мысли, какие-то чувства, что-то он из вас должен вытягивать, вы должны это озвучить, проговорить, не продавайте мне его, я же вижу, что это такое. Субтитры сделал DimaTorzok